В эфире с вами Тесла. Всем привет. Сейчас, секунду. Все, я готов. В общем говоря, это Биошок. Это очень классная игра, поэтому я стимейт не буду особо сильно тратить. Начинается все с крэш-сайта, для того, чтобы не смотреть заставку первоначальную с летанием на самолете и предсказанием судьбы на печеньках китайских. До самого Джека. Не особо сильно паримся, просто проплываем насквозь огонь, потому что огонь не дамажит. Боли нет, страха нет. Ну, по сути, это же логично, наверное. Потому что ты как бы плывешь в воде, поэтому огонь не должен дамажься, так понимаю. Приближаемся потихоньку к первому трюку, который сейвит, ну, я не знаю, может, секунду, может, две, без понятия, я не считал никогда. Стараемся перемещаться максимально рационально. В прыжке нажимаем рычажок, закрывается Батисфера, мы задерживаем дыхание и стараемся доплыть 4 минуты под водой. До, собственно говоря, порта, как это называется, куда Батисферы приплывают. В общем, Биошок это очень классная игра, мне очень в неё очень сильно нравится играть. Биошок это лучшая серия игр. В скобочках, очень самая лучшая игра. Как мы можем заметить, замечательная игра. Снаружи Батисферы плывём, поэтому можем замещать всякие детали, которые мы не должны были увидеть. Например, потолок. Или дырку квадратную в стене. Можем заметить состояние, например, осьминога до того, как он поплывёт. До активации скрипта. Очень классно. Но, в общем говоря, я особо трюков никаких использовать не буду. Я даже их объяснять, скорее всего, особо не буду, потому что... В этом нет никакого смысла, вы всё равно ни черта не поймёте. И я всё объяснить не смогу, все микромоменты. Поэтому постараюсь вкрасы. И на каких-то местах зациклиться. Не зациклиться, а в смысле акцентировать внимание. Вот Сквидвард, например. Его очень много раз за игру можно встретить. Вон ещё трое стоят. Вот Сквидварды. Текстур нет. Большой папа без сварочного аппарата. Чё-то сваривает. И дым, между прочим, проходит через стекло. Кит плывёт. При этом кит плывёт в никуда. В стену. Вот этот вот туннель, между прочим, у него на концах нету дверей. Они просто из здания в здание заходят. Потом просто там встаёт и останавливается кит. Замечательно. Буквы висят в воздухе. Ничем они не закреплены, абсолютно. Просто висят в воздухе. Отваливается буква, продолжает светиться. Прикольно. Мост ни на чём не держится. Замечательно. Я одного не понимаю. Я одного не понимаю, почему. Казалось бы. Казалось бы. В начале самой игры такие ошибки допускаются. И вот это интересно. Вот как она его крюками, например, пробивает? Но это же невозможно. Каким образом? Нереально. Причём иногда вот эта вот кровь, текстура, попадает за стекло. И она прямо здесь на полу. Спрашивает кто-то здесь новый. А потом кричит на меня. Зачем непонятно. Короче, самый первый скип, который будет сложно понимать. Давайте я сразу его объясню. Будет использоваться сейв-бафер. Во время сейва нажатия клавиш сохраняется, короче, в какое-то облако, буфер, так называемый. И после окончания загрузки, собственно говоря, все эти действия производятся. С помощью этой вещи я буду скипать первую кат-сцену получения этого, как он называется, электроболт, по-моему, да? Ну, этот, чидори, проще говоря. Давайте называть это чидори. Например. Ну, или я называю это чидори. Ну, я вчера начал называть чидори. Поэтому особо нет в этой необходимости. Здесь просто стараемся максимально передвигаться рационально, эффективно. Ждем, пока ключ подсветится золотым свечением. Для того, чтобы подобрать его и разбить эти обломки. Чтобы наше бренное тело продолжило свое движение вперед. Если грамотно перепрыгнуть диван, то можно заставить его сразу же сюда прийти. И не париться на этот счет. Ну, так вот. Нажимаем кейс-сейв. Нажимаем нулик. Нажимаем эскейп. Нажимаем сейв. Нажимаем е. Нажимаем эскейп. Нажимаем лоуд. Нажимаем е. И прыгаем назад. Отлично, все получилось. Вы великолепны. Стараемся попасть с электроболтом с первого раза. Заходим в следующую кат-сцену. Как только мне дают возможность управлять персонажем. Я сразу же рвусь в бой. Пытаюсь прыгать этот самолет на сколько могу. Быстро. Но это не особо решает. Потому что у меня есть время, пока у меня идет эта кат-сцена. Она всегда одно и то же количество времени идет. Активирую спаун сплайсера. Откатываюсь назад, чтобы он пошел именно сюда. Подбираю Еву. Просто для того, чтобы у меня был какой-то менеджмент ресурсами. И просто поднимаюсь по лестнице. Еще один. Наверное, для новичков один из самых сложных трюков. Это так называемый... Лифт, в который надо запрыгнуть очень быстро. Но это, на самом деле, не самый крутой прыжок был. Обычно я прыгаю намного круче. Давайте поговорим о том, что я, наверное, единственный представитель первого и второго Биошока. С Великой России. Со стороны Великого Триколора, если вы понимаете о чем я. В Биошоке втором я держу VR на данный момент. Вот. И в первом сейчас гринжи его. VR составляет 39 минут 19 секунд. На данный момент у меня ПБ 39 минут 33 секунды. Из лифта можно пораньше чуть выпрыгнуть, когда пиликает. Небольшое движение такое. Которое, опять же, тоже сложное для новичков. Но ничего сложного не составляет, если вы какое-то время бегаете в игру. Тут главное не софтлокнуть игру, поэтому я буду ждать. Я же не на время бегаю, правильно? Тут скипаем к отцену с помощью сейфлоуда. Просто стараемся эффективно пропрыгать в эти моменты. Прыгается в 3 плюс 2 прыжка. У меня это получилось, отлично. Тут прыгается в 2 прыжка. Ломаем дверь. Убивайте первый сплайсер, для того, чтобы золотать с него патроны. Необходимые для отстрела. Всех не согласных, с моей точки зрения. Активируется еще один триггер. И идем убивать. Минус один. Минус двое. И сейчас еще двое будут, и я смогу двигаться дальше. Вообще, их надо убивать хитшотами. Недавно я нашел оптимальную точку для прицеливания. Потому что здесь, как в танках, если вы понимаете о чем я. Картошки, так называемый. У оружия круг сведения. И, короче, в этом круге сведения патроны летят совершенно в рандомные позиции. И можно эффективно целиться, и... Тогда более-менее не излетают. Я зачем-то сейчас нажал сплит, кстати говоря. У меня сейчас сплит, наверное, включился. Вот эта мозаика всегда одинаковая, если ты игру перезапускаешь. Абсолютно одинаковая. Для этого каждый раз надо игру перезапускать. Убиваем ее, чтобы... Нас не преследовал вот этот чувачок. Ну как нас, меня. Помиган плюс переключатель. Ломаем стекло. Замечательно. Все получилось с первого раза. Это самый сложный трюк в игре, кстати, был. Стараемся их убить сразу же и быстро. Для того, чтобы никто нам не мешал передвигаться. Нападаем из засады. Звоним в колокольчик, открывается дверь. Ултаем по ходу ресурсы. Вот эти ресурсы, кстати, пригодятся. Это так называемые бронебойные патроны, с помощью которых... Можно... Андрея... С двух шотов убить. Но Андрея я имею в виду дрона. Ултается второй плазмит в игре. Этот... Как она называется? Перекинетика? Или что-то типа того. Типа огнем пулять начинаешь. Вообще, этот плазмит ввязается для того, чтобы вот этот ледник растопить. Ну и дальше по игре он будет использоваться. Очень часто. Он нужен для Death Warp. Если вы увидите, что я стреляю под себя огнем, значит, я сетаплю Death Warp. Подбираем второй. Телекинезис. Это самое сильное оружие в игре. Оно шотает всех маленьких противников. Как вы можете заметить. То есть в этой игре ничего не нужно. Тебе нужен просто телекинезис. И все. И как бы даже париться не надо. Сейчас будет самый сложный трюк в игре. Флинк на медицинском павильоне. Что такое флинк? Да флинк это просто прыжок на объекте. Собственно говоря. ХП у меня очень много. Обычно я такого не допускаю. Пытаемся сделать ламш. Ламш не получился. Оставляем себе чуточку ХП. Чтобы не зафейлить на этом. Вы поняли. На марафоне. Чтобы мне потом кое-что не сломали. Пытаемся попасть в коробку с первого раза. Не попали. Блин. Кстати классно сохранился. Я знал что я не попаду. Опять не попал. Попал. Куда ты убежал дурак? Я сделал немножко не типичную для себя. вещь. Поэтому я и помер. Но за стимейт я не выйду. Не переживайте. Я тут вот так никогда не делаю. Но я решил поэкспериментировать. Лутаем квестовую вещь с него. Что точно мы лутаем я не знаю. Возможно какой-то ключ. Опять подготавливаем Death Warp. Подготовка к Death Warp. Лаунч. Лаунч не получился. Айфреймы. У меня не было айфреймов. Но я почему-то не попал в китбокс огня. Притягиваем сумку. Для похода за покупками. И все. Министико пивелем пройден. С очень плохим временем. Но это не важно. За 45 минут я все равно не выйду. Ой, зачем я стимейт сказал? Там же не написано. Я мог 50 минут растягивать. Пока черный экран. Но персонаж может двигаться. Поэтому используйте небольшая оптимизация. Просто движение вправо. Для того, чтобы не уткнуться в стену. Сейчас вы увидите моего старого знакомого. Который любит меня потроллить. Лутаем сестричку. Для того, чтобы была хорошая концовка. Это же важно. На самом деле, это сетап под последний уровень. Из-за которого маленькие сестры будут бегать на последнем уровне, а не ходить. Прикольно, да? Стараемся попасть с первого раза. Отлично, попал с первого раза. Это, кстати, не часто со мной случается. Обычно я 10 раз перезапускаю. Ну, то есть, 10 часов фармлю, гринжу. И потом у меня все получается. Сейчас будет сложный, самый сложный флинг в игре. Поэтому я сохранюсь на всякий случай. Потому что я могу на нем сдохнуть. Тогда мне придется уровень заново предупускать. От коллизии меня троллит постоянно. Она может не включаться. Поэтому я нашел такой, знаете, танец с бубном, который позволяет включить побыстрее эту коллизию. В 90% случаев. Сейчас будет самый сложный трюк в игре. Он называется двойная биокамера. Короче, суть в том, чтобы сфоткать сплайсера до появления квеста и после. До того, как появится вот в правом верхнем углу видите квест. И, короче, игра думает, что я два раза сфоткал чубзика. Двух разных чубзиков я сфоткал. А на самом деле я сфоткал одну хих и обманув. Ну, это подготовка у меня. Десворпу. Фоткаем последнего сплисера и десворпаемся. Красиво. Если это было красиво, ставьте плюс в чат. Тем, кто поставит плюс в чат, я поставлю классы в одноклассниках. Подготавливаем очередной десворп. И вот он самый. Приблизились к первым аудиоскипам. Для чего мы именно подбирали тембом запись. Кстати, я, по-моему, не подобрал ее. Если я не подобрал, это гг. Обманул. Я, на самом деле, подобрал ее. Но я особо выпендриваться не буду. Здесь делается лаунч. А я сделаю по-обычному. Я все равно не фармлю VR, так что какая разница. Выбрасывается просто с целькинезом берется гранатомет для того, чтобы не складывать его в тубус. Потому что если ты сложишься в автобусе, меньше патронов дадут после. Еще аудиоскип. Если включать во время диалогов с аудио, который ты собираешь по уровню, то как все скипаться будет. Я не знаю, что случилось. второй раз со мной произошел за сегодня. Я, видимо, не в том споте стоял. Такое раньше у меня было, но потом прошло. Когда я понял, где надо стоять. Но... Я сейчас вроде в правильной позиции стою, но он все равно меня кидает. Прикол в том, что он кидает низко молотов свой. Из-за этого бочка летящая в него, она отскакивает. Она попадает в молотов и, короче, урона ему не наносит. Прикольно. Дием. Тут есть трюк, который я не использую. Потому что у меня слишком много фпс. Сейчас у меня в районе 1000 фпс. Если я его сделаю, я улечу на другой конец комнаты. Туда он. Чтобы здесь не прыгать, я мог просто обжиг бустнуться, так сказать. Если вы понимаете, о чем я. Но у меня слишком много фпс, поэтому я не делаю этого трюка. Пытаемся отстрелить замок. Получилось. Тут можно не смотреть кат-сцену, сохраниться и в буфер направить типа две команды использовать и ходьба назад. Взрываем семью атласа, потому что так быстрее. Отлично. Семья атласа взорвана. Сейчас будем использовать аудиоскейп для того, чтобы не слушать диалог. Внутри это будет сперва. Но не сработал с первого раза, потому что слишком далеко от двери походу был. Сейчас, кстати, будет крутой трюк, он самый сложный в игре. Надо подойти к двери сначала, передней, для того, чтобы включить диалог атласа. Потом вернуться назад, нажать на дверь. Это страта, разработанная мной. Вот это вот. Это называется джезус страт. Есть еще одна вариация, называется бабл страт. Там рядом библия лежит. Можно, короче, делать две страты. Две вариации есть. Еще один клинк. Байбл страт и джезус страт. Не получилось. Получилось, но слишком высоко. Фоткаем сплиссеры, для того, чтобы получить так называемый спортс-буст. Фотка первого сплиссера, это подготовка к получению этого спорт-буста. Потому что спорт-буст очень важная вещь. Он позволяет перемещаться примерно на один процент быстрее. Прикольно, да? Я эту фишку, кстати, срано сейфера украл. Смотрим, чем повернут к нам сплайсер. Лицом или попой? Лицом, значит, мы его убиваем. Здорово. Какая нахер ракета? Че, дурак? Стараемся кверху лицом эту коробку держать. Потому что прыгать на боку нельзя. Прыгать можно только на правильной позиции коробки. Сохранюсь, потому что это капец. Тут я перепрыгиваю триггер двери. Тут двойной триггер. Один типа нормальный триггер, а другой визуальный триггер. Он закрывает вот эту дверь. И с помощью вот этого трюка мы скипаем все Аркад... Я скипаю все Аркадий, извините. Переходим сразу на форт фролик. Форт фролик еще сильнее скипается. Если вы думали, что вот это вот Аркадия это жесткий скип, все локация, то форт фролик просто смеялся Аркадий в лицо. Делается сетап чемодана. Если его правильно кинуть, можно сразу же попасть как надо и сохранить пять десяток секунды. Хоть быть и сферы уплывает, но триггер в висящей воздухе рычага остается. Поэтому просто переходим сразу на хипстазис. хипстазис самый идущий уровень вообще в игре. Счет своего рандома. Вот это кстати мой лаунч. Это я его придумал. Он у меня не получился. Это кстати первый раз у меня палка отлетела очень далеко. В общем если штырек выстрелить, палка падает вниз. На этой палке можно улететь далеко вперед. Блин извините парни сейчас вернусь. спасибо за ожидание не стал рисковать оставлять их в живых потому что кто-то из них пиромант это точно и они могут телепортироваться. Кто из них точно пиромант я не выяснял. ну втайм просто аптеку пытаемся поддерживать ресурсы делать еще аудиоскеп подготавливается сетап для сохранения ресурсов так сказать потому что дальше по игре мне понадобится точно две гранаты как минимум делается сетап для лаунча убивается чили боссик для того чтобы он нам не мешал дальше десворпаться очевидно первый рнг момент а он не сдох прикольно теперь сдох разницы нет насколько я быстро его убил пока что пытаемся поймать еще одного большого папу нашли он наверху был фишка в том чтобы собрать какие-то детали с больших пап для того чтобы собрать бомбу блин у меня клавиатур не работает слайши заедает прикиньте прямо на марафоне до этого играл все нормально было делается сетап с помощью диалогов и десворп десворп перемещает прямо к первому большому папе поэтому можем как бы я могу его залутать без особых проблем собрать нитроглицерин собрать аптеки подготовить лаунч если у меня получится конечно это тоже рандомная вещь физика она рандомна подготовка для десворпа вот он собственно сам десворп кому понравилось ставьте лойс пожалуйста я не откажусь темой в ответ поставлю лойса в одноклассниках так сейчас главное найти второго папа он стоит бручок лутаем и его подготовка к десворпу круто у меня получилось подготовиться мы собираем бомбу я это конечно осуждаю не собирайте бомбу дома дети это опасно для вас и окружающих делаем самый сложный клинк в игре скобочках не делаем стараемся упасть так чтобы ничего не задеть и одновременно в воздухе поместить эту бомбу на нужное мне место получился лаунч да получился ну вот это называется луч стараемся всех убить чтобы они имени шали лаунч у меня не получился это раньше всегда получался сегодня меня весь день не получалось кстати лаунч ну как весь день два часа перед стримом марафоном когда я тренировался ну включаем сейчас будем включать аудиодневник для того чтобы дверь открылась побыстрее и не приходится ждать сейчас для меня лично будет самый сложный трюк в игре я только вчера понял как его делать стопроцентно чтобы не терять время на варных ранах ну как вы поняли я понял как его делать все отлично очередной раз не потерял время я кстати сейчас не слушал диалоги и я возможно что-то неправильно делаю в определенном порядке надо прожимать диалоги чтобы все было правильно ну короче говоря для чего это делать чтобы включить кат сцену одну дверь открыть другую закрыть одну дверь можно перелететь с помощью флинга во вторую дверь никак нельзя поэтому первое прохождение rapture central control это сетап для полного прохождения rapture central control if you know time почему у меня даже как будто нечет неправильно напалом берется для того чтобы как раз таки это самый флинг сделать напал недостаточно легко сделать флинг самое сложное это на этих ну вы поняли на магазинах томмигана конечно всегда делается сейв потому что без сейва это никак не сделать скипается катсцена с помощью сейфлоуда все и идем сразу же к концу уничтожения этой вещи все нормально все работает не переживайте это просто баг игры такое меня спрашивают зол или я на фонтана но на фонтана я конечно зол мне не дали в нем искупаться в этом августе не дадут поэтому со злости я скипаю все линии диалога тэненбаум потому что мне не интересно что он там говорит жрем всю жиротву у голодающих детей как бы я не доедаю и они не доедят да обидно да ну ладно все еще раз повезет ждем пока они закончат свой диалог они выясняют кто я а вторая отвечает есть что я здесь помощи на самом деле нет я здесь для того чтобы пробежать за сап 39-19 подбивается подбирается на этом моменте я перезагружаю перезаряжаю гранатомет у меня кстати клавиши все продолжает гличить W я из-за этого могу чем-нибудь зафейлить так что пишите этот блэс ранжи в чат для того чтобы я ничего не зафейлил когда он говорит код yellow у чувака останавливается сердце и как бы на этом начинается некая глава игры которую не надо допускать там я сейчас застрял кстати я успеваю все равно наверное если мы заходим сюда то никаких проблем даже не у меня W глючит воспроизводим в определенном порядке диалоги для того чтобы запустить определенные действия какие я не знаю и вам не скажу обычно она работает сейчас она не работает выбили дух из пластера прям вообще конкретно его откинул на пять десятков метров еще себя дамажим для того чтобы подготовить себя к death warp сетап для death warp кстати launch получился достаточно сложный в исполнении возможно даже чуть пораньше придет уровень если бы у меня был включен сплит возможно это был бы gold а возможно и нет узнает сейчас пытаемся по-моему по сценарию вернуть свои силы потому что фонтан чем-то поел джека и он не может контролировать свои плазмит силы поэтому мне надо выпить по-моему какой-то зелень номер 192 да я чуть пораньше launch не такой сильный был стараемся избежать урона потому что я не знаю есть ли у меня да у меня не было у меня все-таки огонь ну дамажил но это все еще не этого не того не радуйтесь я недалеко заспавнился иногда она сюда огонь бросает этот сплайсер это типа неприятно с помощью дик открываем дверь чуть пораньше пьем эту дичь и соответственно возвращаем свои силы все плюс десвор кстати еще если умираешь в определенных точках но на меня сейчас это сбросилось если в определенных точках делать десвор то тогда не будет вот этой анимации которую вы сейчас видели камеры она не будет лететь до этого виты кукумбира из того что я умер не в том месте мне как бы сбросилась эта цепочка поэтому я на этом уровне буду вынужден смотреть эти полеты камеры благо больше дальше не будет никаких полетов камер я сейчас попытаюсь сделать трюк который я вчера сделал я в общем сразу вниз упал не и выжил каким-то образом хотя по факту надо надо падать на серединку на эти балки и потом хилиться и падать дальше для того чтобы персонажа не не размазало в лепешку подготавливаем и досвор ждем пока он засмеется чтобы умереть красиво под таунт атласа тире фонтана сейчас будет со мной говорить когда он скажет я пойду вперед ну или идиот там без разницы будет самый сложный трюк в игре он называется last chance kit поэтому на всякий случай сделаю сейв обычно я вас первый раз сделаю но не сегодня и сегодня и не 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 сегодня не сегодня и не сегодня сегодня сложно поверить в том что у меня пб 3933 не правда ли при варе при варе в 3919 она вот так вот ну вот так вот такое бывает тоже это относительно новый трюк он не используется никем кроме меня и кипись и зомби который его придумал позволяет чуть-чуть быстрее пройти уровень за счет того что двери открываются в начале раньше чем надо но это в общем говоря очень сложная миссия на самом деле самая легкая но она и самая рандомная это просто миссия эскорта сопровождение это little ones как раз на дарах нептуны был сетап под эту миссию для того чтобы сестрички бегали они ходили очевидно это быстрее сейчас главное чтобы не граница втлокнулась потому что если что-то неправильно сделать это вещь игра может очень легко со флокус я люблю здесь все расчищать перед тем как начинать бой ой я браузер не отключал поэтому у меня одна вещь выскакивает тут есть определенный трюк в этой игре если на клавиатуре есть клавиши управления медиа в менюшку не обязательно заходить проигрывание аудио еще или извинишься или не извинишься выбирай и короче говоря если у вас есть на клавиатуре клавиши управление медиа можно закрыть браузер что ну чтобы никакие аудио не были у вас активны и собственно говоря все это делать телепортировалась этот трюк с телепортация не буду его объяснять он слишком сложный все равно ни черта не поймете я себя в определенный момент дамажу для того чтобы личил сисер телепортнулась куда надо это очевидно быстрее на стриме не буду объяснять вот этом то есть если захотите познакомиться поближе ссылку вам предоставят мой канал там можно пообщаться поближе так сказать если вы понимаете о чем я могу рассказать о всяких разных скипах сложно все такое очередной телепорт ну по факту самое сложное было пройдено больше нигде играться в локнуться не может а больше нигде не может слов плотнуться и что мы я я и мы мы вместе мы вместе с граним эту игру мы сила идем концу тоже в определенном порядке надо все это сделать действие для того чтобы засполнился тот противник которого я сейчас буду убивать убивать а он не заспаунился я неправильно сделал поэтому она будет возвращаться я демонстрирую просто как не надо бегать она вернулась и теперь тот противник заспаунится по моему прошли опил момент или нет нет я не прошли опил у меня получилось это был еще один телепорт восполнение моей подружки на кстати напугалась чего-то из этого она идет медленно здесь просто убивается опять же 6 плисера тире сплайсеров такое прозвище у этих чудаков мягко говоря и же собственно мере миссия по эскорту очень интересно но не лишено трюков между прочим и что достаточно интересно а значит медленно будет идти точно я забыл ничего я в оверсти мать не попадая поэтому могу повеселиться страшно да не успел вот так она будет ходить если не сделать сетап на дарах нептуни и и нельзя дамажиться самому от сплайсеров и нельзя позволять дамажить ее и при этом надо сплайсеров убивать ваншотом когда она будет бегать весь уровень ну давай уже иди быстрее карлик использую бакс отмены анимации за счет этого просто уничтожая баунсера она снова приобрела возможность бегать нога застряла все это конец про венграунд сейчас будет последняя миссия последняя миссия вместе вместе фонтану за день не купания поехали сейчас будет босс файт он между прочим один из самых сложных в истории человечества признанный что же баунсер убежал испугался чё там за стимейт вышел нет по-моему не вышел и не должен был бич рэл кит так что полос на меня ребята совсем чуть-чуть меня до 300 фолловеров поддержите русский спидран держите русский спидран полокс совсем немножко до 300 мы будем три сотнями спидранов спидранов спидранеры а я же не говорил где таймер начинается точно короче таймер заканчивается там когда я анимацию когда мне анимация включается с иглой вот сейчас когда таймер останавливается игра пройдена на хорошую концовку поэтому мы будем всплывать сестрицами спасенными скорее всего не вышел за стимей может и вышел да нет не вышел кстати к сам тут очень громкий потому что они отдельными файлами лежат в папках игры и изменение звука в игре не влияет на изменение звука этих файлов за афа дюйды сети и как бы ты не уменьшал звук в настройках она продолжает орать отличное решение отличный ход ангелы фьюстит антвот эти тетю инстит вот я в контуэкспектами и сейфтем югей сэндиван сингдэт у столбин франдин и чэнс и чэнс и чэнс тулан и чэнс тулерн тэфанд лав тулев тулей антензи энд вот вас юр и вот у него сет но ребята в общем фалов немножко немножко до 3 ста давайте доберем мне даже не обязательно смотреть в общем говоря это был бешок за стимейт я не вышел скобочках вышел на 2 минут 30 секунд а почему я вышел за стимейт не может быть такого просто кнопку позже нажали может я не сказал у меня на стриме га чинить не играет я вам расскажу про сложность кипы почему у меня оверестимейт не должно быть такого а у ясно а а а а а а а